Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала Деревенские посиделки и вашему вниманию предлагаю обзор своей рассады Хочу показать в каком состоянии у меня многострадальные перцы которые очень-очень плохо в этом году всходили У меня даже есть видео на эту тему качество семян шок У меня был в этом году действительно шок от качества семян перцев хотя дата на них стояла хорошая Но, как говорится, слава богу, все взошли Конечно же, они сейчас немножко меньше того размера, чем должны были бы быть Но, тем не менее, они меня стали радовать Вот сегодня я проводила пикировку перцев Хочу показать, сколько у меня перцев стоят, листики кверху Некоторые из них, конечно же, все-таки листики опустили, особенно баклажаны Но, тем не менее, чувствуют себя довольно-таки хорошо Значит, сразу хочу показать, в этом году я высела только один сорт ремонтантной земляники Или клубники, как мы называем Вот эти четыре растения, которые у меня взошли из всего двух пакетиков Кстати, тоже я говорила о качестве земляники семян Из двух пакетиков у меня выросло четыре растения Но эти четыре растения меня радуют Вот у них уже пошли листочки развиваться дополнительные Они, конечно, маленькие еще очень Эти сеянцы Но, я думаю, к лету они разовьются Если даже ягод не будет, то они перезимуют И на следующий год дадут нам хороший урожай А вот теперь посмотрите, какая у меня петуния Просто как пальма растет И практически все сеянцы вот такие огромные Сейчас я лампу выключила Вообще у меня стоит с подсветкой вся рассада Поэтому света им хватает Вот, но это говорит о том, что, посмотрите, вот Петуния растет, ей все нравится А земляника почему-то вот не взошла Ну, это, как говорится, так, в комментарии Значит, вот здесь у меня перцы нескольких сортов Вот здесь у меня стоит Бигмама Бигмама все-таки взошла в большинстве своем Вот они уже все дают уже не первую пару Даже вот пошла следующая пара настоящих листиков Поэтому сегодня я их пикировала Вот это вот золотистый бочок Несколько перцев взошли В этом году я сеяла все перцы ультраранних сортов По опыту прошлого года Ни одного, по-моему, у меня даже позднего нет Все ультраранние Потому что средние, поздние и поздние У нас вообще не вызревают Они плоды хорошо завязывают Все нормально растут Но приходится их снимать зелеными Поэтому в этом году я сделала упор на ранние сорта Вот здесь у меня стоит, значит, сельдерей корневой Егор Он уже распекирован Вот такие вот растения Сельдерей всегда как травка выглядит Но зато потом, как только вы посадите его в грунт Он быстрыми темпами начинает очень-очень хорошо расти Вот сегодня я распекировала сельдерей Паскаль Это черешковый сельдерей Мы его замораживаем Он очень-очень полезен Вот этот вот корневой один Тут они будут потом отличаться по корешку Это сразу видно будет Вот, а это вот у меня черешковый паскаль Я его второй год уже выращиваю Мне он очень-очень нравится Вот только сегодня пикировала Так, дальше, что еще у меня тут есть Значит, это тоже у меня паскаль Вот сюда я перцы отсюда убрала Посадила, пикировку Сделала черешковый сельдерей Это вот один перчик стоит Растет здесь, я его пикировать не буду Так, здесь корневой Тоже сельдерей уже давно я его пикировала Вот в таком хорошем виде у меня бархатцы, видите У меня их, по-моему, 28 штук У меня еще рассада на втором окне Поэтому сейчас я вам показываю без томатов Томаты у меня отдельно все стоят Вот, это вот тоже корневой сельдерей Вместе с бархатцами в одной Кассете растут Это вот пошли баклажанчики Баклажанчиков у меня два сорта Мы особо как бы их не практикуем Почему-то, не знаю почему Потому что у нас, видимо, климат все-таки Не очень для них хорошо подходит А в теплице жалко места Потому что в теплице мы упор делаем на томаты И огурцы, и перцы Вот, но в этом году я решила попробовать Сколько, как говорится, посажу, не знаю Но тут достаточно растений у меня Два сорта Баклажан-мешутка и баклажан-дракош Они с виду пока все одинаковые Вот эти я сегодня пикировала Поэтому, видите, листики пока у них опущены Но потом они в чувство придут Ничего страшного не будет Вот баклажанчики хорошо в этом году взошли Вот у них уже, видите, следующая Лезет серия листочков настоящих Вот, уже формируются листики То есть они нормально себя чувствуют Вот, ну и перцы тоже некоторые Видите, уже большенькие стали Хоть и очень-очень долго всходили Кстати, я сегодня пикировала только что Буквально вот час назад Все только что успела прибрать Так что вот в таком виде рассада Значит, показываю вот Как зашел у меня в этом году Очень дружно Черешковый сельдерей Паскаль Вот, я его частично, видите, пикировала Но его настолько много, что я решила оставить вот эти вот всходы Кстати, в прошлом году я делала эксперимент Прямо вот из такой плошки Непикированный сельдерей черешковый выращивала И был замечательный урожай Несколько буквально прям пучками сажала растения И были огромные кусты И очень-очень хорошие были черешки у него Поэтому я вот это не буду уничтожать А потом частично группочками, так, кучками посажу его Вот, чтобы у меня его было побольше на заморозку Ну, вот там вдалеке тоже черешковый сельдерей распикировала Только сегодня И вот оставила перцев чуть-чуть на подсадку Вдруг какие-то растения будут плохо себя чувствовать Это как бы запасные, так скажем Тут сорт у меня мустанг И два перца вот бекмамы остались Ну, слава богу, рассада вроде бы приходит в чувство После таких тяжелых всходов перцы вот Начинают потихонечку развиваться Буду я их подкармливать У меня есть видео, как подкармливать и ухаживать за рассадой Буду их подкармливать и гуми препаратами разведенными И йодом буду подкармливать Бором я уже буду потом прыскать Когда высажу в теплицу томаты, например, и перцы Ну, так что все в целом неплохо Вот, петунии и томаты, как я уже сказала, у меня на другом подоконнике Вот, это будет, может быть, даже отдельный обзор Когда я буду поливать томаты удобрениями Покажу вам, как и что я развожу, и в каком количестве Вот, еще, кстати, да, хочу показать Корневой сельдерей тоже оставила Вот, не стала его убирать Вот, видите, какой он густой И прям большие такие хорошие растения К сожалению, уже просто нет места для пикировки Вот эта лампа у меня вся Вот, видите, уже все вокруг этой лампы Показываю вот так, видите, медленно Все заставлено И, к сожалению, если еще пикировать То мне уже просто некуда ставить Будет рассаду Вот На следующий год, конечно же, мы Задачим нашего папу сделать нам Либо купить этажерки Потому что, ну, в таком количестве Если на два участка выращивать рассаду Подоконников, конечно, недостаточно Уж в этом году решили обойтись Поскольку нам предстоит второй участок обихаживать На нем еще пока ничего не посадишь Это у меня вся рассада для нашего первого участка Который у нас уже третий год Мы его облагораживаем Вот, а второй участок мы купили Он тоже заброшен Там, где дом Вот у меня есть видео, как купить дом в деревне недорого Вот, тот участок тоже заброшен Поэтому в этом году там точно я ничего сажать не буду Мы будем там Закрывать все темным полиэтиленом Вот, поэтому решили все-таки оставить В таком количестве рассады Больше не сажать Я уже сегодня себя по рукам стукала Еле сдерживая Половину перцев, вот видите, оставила Вот в той емкости, которая справа у меня Я вам показывала на запас Ну, потому что уже 28 перцев У меня теплица только 2 Вот, в принципе, уже больше некуда размещать растения Так что вот такой вот обзор Кому было интересно, ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Хочется всем пожелать В этом году теплой, дружной весны К сожалению, пока она у нас еще задерживается Вот, сейчас у нас март Конец марта уже На улице все еще ниже нуля По ночам, да и днем тоже не особо тепло Но уже, по крайней мере, второй день Нет таких жутких морозов Которые были вот буквально 3 дня назад До минус 25 по ночам были дикие морозы В марте у нас такое сказали Первый раз за тысячу лет Хотя не знаю, как там тысячу лет назад Наблюдали, конечно, за погодой Но, тем не менее, очень холодный март Надеемся, что весна будет тогда теплой и дружной Пасха в этом году ранняя Вот рассадка нас в этом году всех радует, я надеюсь На этом я заканчиваю Всем всего хорошего Всем хороших урожаев Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok